Здравствуйте! Снова я, Альбина Сапарова, Clinical Nutritionist and Personal Trainer. Сегодня я вам расскажу о гормонах счастья и как это работает. Исследования показали, что синтез серотонина, гормона, отвечающего за эмоциональный контроль, в организме зависит от концентрации кислорода. Поэтому повысить концентрацию гормона радости можно, гуляя на свежем воздухе или занимаясь дыхательными упражнениями, усиливающими оксигенацию, то есть поступление кислорода. При длительной и интенсивной физнагрузке организм испытывает стресс, чтобы поддержать нас в такую трудную минуту. Природа предусмотрела всплеск в выработке допамина, гормона удовольствия, эндорфина, главная задача которой в данном случае синтез, боль и другие неприятные ощущения. Одновременно те же гормоны повышают настроение и даже могут создать ощущение эйфории. Причем такой эффект действия гормонов пролонгированный, эмоциональный подъем может сохраняться до нескольких часов. Уровень серотонина можно ли регулировать с помощью питания? Этот гормон у нас в организме синтезируется из аминокислоты, трептофана, который много в сыре, твороге, молоке, банана, миндальных орехах. Такой набор продуктов получил название трептофановая диета. Может быть слышали? Важно, фермент, который обеспечивает синтез данного гормона у человека в обычном состоянии, насыщен только наполовину и не работает на полную силу. Поэтому, если добавить трептофан, можно повысить мощность в выработке серотонина очень существенно, в два раза. Упомянутый трептофан, предшественник серотонина, чтобы попасть в мозг и осчастливить нас, контролирует, конкурировать с другими аминокислотами. У них используется один и тот же переносчик для доставки из кровеносной системы в центральную нервную систему. В ходе исследований выяснилось, что в малых дозах алкоголь способствует повышению концентрации допамина и усиливает активность действия этого гормона. В то же время происходит легкая стимуляция передачи импульсов между нервными клетками мозга, за счет чего могут повышаться когнитивные мыслительные способности. Именно поэтому некоторым бокал вина помогает улучшить интеллектуальную умственную деятельность. На все эти плюсы появляются только при употреблении легких, разумных доз. Если вовремя не остановиться, положительные эффекты пропадут, а отрицательные появятся во всей красе. Конечно, ощущение счастья зависит от множества внешних обстоятельств, но с биологической точки зрения все намного прозаичнее. Путь к мозгу, который даст сигнал «все прекрасно, ты счастлив» начинается где? В кишечнике. Да-да, не смейтесь, именно количеством определенных бактерий в животе еще в раннем детстве определяется уровень серотонина – главного гормона счастья. Чем полезны физические нагрузки? Физические нагрузки полезны нам тем, что мы себя хорошо чувствуем из-за количества допамина и трептофана и других гормонов счастья, как еще серотонина. Конечно, можно получить эти гормоны сразу, очень быстро, без физической нагрузки. Это съев что-то сладкое или ваше любимое блюдо, в котором содержатся быстрые углеводы, что приведут к быстрому выбросу инсулина и лишним килограммам. Но этот эффект закончится очень быстро, когда сахар в крови резко снизится через какое-то время, а лишние килограммы набегут очень и очень быстро и очень незаметно. А вот если вы включите физические нагрузки, то эти гормоны счастья придадут вам не только красивую фигуру, а также здоровое здоровье, иммунитет и много-много-много плюсов, красивое тело, радость – это пусть гораздо эффективнее и правильный путь к хорошему настроению. Спасибо, что оставались со мной на протяжении всего этого видео.